Как пояснил прокурор Новосибирска Роман Сивак, деятельность муниципалитета в сфере поддержания безопасности на дорогах города, их строительство и ремонта вызывает очень много вопросов. Только в этом году выявлено свыше 400 нарушений в различных отраслях дорожного хозяйства, начиная от ненадлежащего капитального ремонта проезжих частей и заканчивая отсутствием горизонтальной разметки и дорожных знаков. Кроме того, прокуратурой города вскрыты вопиющие факты ненормативного состояния специализированной техники, которая в наличии стоит в ДО. По результатам проверок вместе со специалистами прокурора районов города и городская прокуратура установили, что только 36% от имеющейся техники соответствуют предъявляемым требованиям и находятся в условно-исправном техническом состоянии. То есть, по сведениям надзорного органа, более 800 единиц дорожной техники в Новосибирске имеют износ свыше 95%. То есть, не могут выполнять задачи по качественному содержанию городских дорог. Поэтому в мае городская прокуратура подала иск в суд с требованием к муниципалитету наполнить ДО работоспособной техникой. Безусловно, мы понимаем, что это существенные затраты бюджета на приобретение техники с учетом сложившейся ситуации. Но, в первую очередь, мы должны думать в этой части, наверное, не о том, как органы исполнительной власти будут исполнять судебные решения, если оно состоится в нашу пользу, а о том, как защитить права горожан города Новосибирска на надлежащие дороги. Впрочем, не только отсутствие спецтехники усугубляет ситуацию с содержанием новосибирских дорог. Коммунальщики, как выяснили прокуроры, довольно часто раскапывают проезжую часть или тротуары, а восстанавливать асфальт совсем не торопятся. В конце прошлого года было выявлено 50 таких нарушений, и только вмешательство надзорного органа позволило исправить ситуацию. А вот как добиться качественной уборки дорог, обочин и тротуаров после зимы, чтобы Новосибирск перестал утопать в клубах пыли, остается вопросом. Причина здесь, на первый взгляд, как бы объективно не хватает все той же техники, но в городской прокуратуре свое введение проблемы. На мой взгляд, даже имеющейся техникой, которая есть в наличии, при выстроенной системе контроля за работой ведомственных учреждений, спроса, эту работу можно делать. Мы тоже вмешивались, носили представления, контролировали, и думаю, что сейчас даже очевидно, можно сказать, простому обывателю, что немножко эта ситуация стала меняться в лучшую сторону. Как видим, дорожная отрасль требует не только должного финансирования, но и строгого контроля со стороны. В Новосибирске к этому процессу уже присоединились депутаты власти области. Теперь вот и прокуратура взяла сферу ремонта и содержания дорог под свой надзор. Так что надежд на то, что дороги в нашем городе будут качества соответствующего статусу сибирской столицы, становится больше.